Губернатор Приморья встретился с курсантами образовательной программы для молодых управленцев Дальнего Востока Муравьёв-Амурские-2030. Олег Кожемяка рассказал им о перспективах, которые есть в Приморском крае. Развивается строительная промышленность, вертолётостроение, судостроение, работают центры научной деятельности, а проекты молодых учёных и разработчиков активно поддерживаются в регионе. Здесь весьма интересно, но и само географическое положение Владивостока, как ворот в Азиатско-Тихианский регион, где развитое портовое хозяйство, где сами по себе прекрасные бухты, острова. Мне кажется, что дают новые впечатления о том, что Дальний Восток – это не просто окраина России, но это динамично развивающаяся территория, где можно приложить свои знания, опыт, силы. Напутственные слова молодым управленцам сказал и председатель правительства Приморья Вера Щербина, которая отметила, что при желании молодых ребят их трудоустроят и обеспечат жильём. Важно, чтобы регион становился местом притяжения активной, амбициозной, талантливой молодёжи. Если кого-то заинтересует работа в Приморском крае, то мы всегда вам найдём возможность такого трудоустройства, и не только трудоустройства, а ещё и обеспечения жильём. Мы активно реализуем программу арендное жильё, причём по поручению губернатора у нас с каждой сдачей дома такого есть квота на молодёжь. Мы в прошлом году небольшие там были, но тем не менее делили квартиры для молодёжи. Курсанты, в свою очередь, представили первым лицам региона разработанный комплекс мер промышленно-политики Дальнего Востока в новых социально-экономических условиях. Дальний Восток нужно оценивать, что это ворота и как логистический порт в страны АТР, такие как Китай, Вьетнам, Корея, Индия, Малайзия. И здесь мы предлагаем сфокусироваться на экспорте продукции с высокой добавленной стоимостью и высокотехнологичной продукцией в эти страны, что позволит, в свою очередь, создать новые рабочие места, повысить ВРП регионов, увеличить налоговые отчисления и повысить глубину переработки предприятий и позволить строиться в международной цепочке. Отметим, что курсанты образовательной программы для молодых управленцев Муравьев-Амурский-2030 приступили к работе в правительстве Приморья с 21 ноября. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом.